МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комфортабельное здание с современным оборудованием. Из такого тяжелого образования здесь будет у нас рентген стоять. На три рабочих места и детский, и взрослый. Плюс, естественно, это УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, стоматология своя отдельная будет здесь, большая развертка из кабинетов, соответственно, и прием узких специалистов. То есть, естественно, педиатр-терапевт и плюс узкие специалисты. Андрей Иванов проинспектировал ход работ. В современной поликлинике будет три этажа. Дневной стационар, терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты массажа и лечебной физкультуры. Строительство не должно доставлять неудобства местным жителям, напомнила глава муниципалитета. Как-то вот очищать транспорт, который выезжает со стройки. Ну, грязно. Определенный дискомфорт жители готовы потерпеть. Строительство планируется завершить в 2023 году. Дневной стационар смогут посещать до 350 человек в смену. Мы очень благодарны, что здесь будет настоящая больница, которая бесплатная будет, согласны, как везде. Новый проект здравоохранения строится за счет средств бюджета по госпрограмме Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.